6 января 2015 года направляемся мы в поселок Новое, Горноморийского района. Практически это видение депутата государственного собрания, Мамуткина, Геннадия Борисовича. И, честно говоря, все претензии, которые предъявляются жителями этой деревни, практически непосредственно касаются данного депутата. Но, видимо, депутату Мамуткину нет дел, буквально здесь контора его, нет дел до жителей данной деревни, непосредственно находящейся у птицефабрики. Вот. Здесь основание, здесь замечательный ходок, здесь не будет. Местность такая, что вдоль улицы, что талые воды, что дождевые воды, очень поток, сильный поток воды протекает. И по колее улиц. Именно здесь очень и такая колея, создается трактора. По этой колее полностью протекает вот самая нижняя точка, где вот трансформаторная. Трансформаторная? И в том месте мы положили, значит, субботерет, полиэтиленовую трубу, я, наверное, на 300. За то и деньги купили. Это получилось у нас вместе с песком и со всеми расходами где-то 25 тысяч на это. Чеки все есть, все хранят. И, значит, чтобы объективские воды с обоих сторон сделаны, опять же, за счет средств жителей, канавы, вот источник канавы, и протекают туда, через эту дорогу, чтобы они сюда забрали. Вопрос, а муниципалитет каким деньги выделял для этих целей? Муниципалитет, вот основное, ресторан 700, 14 тысяч, выделены на укладку этого шипа, так называемого шипа, доменный шлаг. А доменный шлаг, вы как строитель... Доменный шлаг положили сантиметров 10, фактически должно быть умножено сначала печаная подушка, ну, естественно, нахит, убирает чернозем, туда печаная подушка, потом уже шип. А здесь уложена крупная фракция шебелка пешком. Прямо на грунт. Прямо на грунт. А еще вопрос другой. По идее, еще сметка была заложена на эту крупную шебелку шлаг, мелкой фракции, чтобы заклинить. Которую в результате не было, фактически. Фактически мелкой фракции шлака не положено, одна крупная фракция завершается в середине улицы. А как специалист, вы как считаете, доменный шлаг, он не является канцерогенным? Канцерогенным, насколько я не знаю, но запах такой вонючий стоит. Я к тому, что, насколько мне известно, хотя я не специалист, в городе Кременьярске дороги посыпают шлаком угольным после сгорания каменного угля. Потому что данный стройный материал, он дармовой, приводится из районных котельных. Так вот, шлак от каменного угля считается контрагенным, так как вызывает раковые заболевания. Я не могу точно сказать, что какой шлак, доменных печей или каких, но водители жаловались. Водители Дорсо, целый день они возят вот этот шлак. Я имею в виду вот деревню Сарлатина, тоже такого шлака. А здесь Чувашин у нас стоит. Водители жаловались, что после этого шлака очень сильно болит шлак. Ну вот, это водители Сарлатина. Вероятно, это то, что я имею в виду. Вопрос такого характера. Вот буквально эта деревня находится, или поселок находится вблизи работы государственного, ну, честно говоря, депутата государственного собрания, подсобрания Мамуткина Георгий Борисович, да? Вот здесь. А какие-то меры принимает он, реагирует на ваше замечание, Мамуткин Георгий Борисович, как депутат? Как депутат, как руководитель птицефабрики, с его стороны есть помощь и большая, между прочим. Вот это водонапорная башня построена, хотя должны были построить, я точно не знаю, но по разговорам за счет средств птицефабрики, как вы утверждают. Но вот эта башня сейчас подпитывает и птицефабрику, и данную. Ну, то есть, косвенный интерес к птицефабрики в этой башне был. Что в башне? Что по очистке улицы вот этой, и дальше, когда улица идет, трактор выделяется. Ну, я не знаю, опять-таки, тут за счет средств птицского совета или чистых средств птицефабрики. А кто-нибудь отчитывался, извините, перед вами? Перед жителями нет? Нет. О том, за счет каких средств, каких источников финансирования, государственного или частного сектора, никто вам об этом не рассказывает? Нет, отчетности нет. Здесь просто птицефабрики помощи, что вот когда строили, допустим, электрификацию, выделялся транспорт, вывозили, значит, когда строили газопровод, тоже за счет средств жителей, но стойкие трубы вывозили. Транспорт выделялся в СССР. Вопрос такого характера. Данная деревня к какому поселению относится? Территориально. Территориально? Территориально относится к деловатскому. Так, а кто глава? Глава администрации, Шумулов, Каник. Вопрос сразу по существу. Какие меры принимаются с его стороны для урегулирования возникших? У жителей данной деревни, поселка, вопросов? По этим вопросам мы неоднократно, письменники с подписами жителей обращались, что необходимо построить по этой улице дорогу, асфальтированную. Есть проект, проект есть 2006 года. Значит, стоимость ценок тех времен 7 миллионов 800 тысяч. Но из этих 7 миллионов входит, значит, 600 тысяч устройства асфальтированного троплара, с одной стороны улицы, переустройство газопровода, вот через основную дорогу идет, переходит газопровод, там стойки мешаются, эту стойку надо будет убирать. И кабель идет. Где-то примерно до миллиона, вот, дополнительные работы. А сама дорога где-то 7 миллионов в целых и 1100 в год. Обращались, значит, неоднократно с умением главе администрации. Главе администрации района в тот момент Кубекова не было займов совершенных. Ну и общим собранием решили обратиться к прокуратуре Республики Мариел. Значит, Республика Мариел нам ответ вышел в варианте, что на рассмотрение вашего вопроса дело направлено в прокуратуру района и Дорожное строительство Республики. В итоге, после рассмотрения прокуратура обвинили жителей, почему, что мы не имели права нанимать грейдер и устраивать водоотводную каналу. Но без водоотводной канала здесь улица действительно болот остановит. Потому что уклон, уклон с обеих сторон к середине улицы. Своими силами мы, значит, трубокорелет положили, пластмассовую трубу диаметром 300. Значит, в основном, эти денежные средства пока не возвращать, ни, как говорится, разговора никакого нет. А эта улица является не тупиковой, а проезжей частью между населенными пунктами. Отсюда по этой улице ездят и в Еласы, и в Сарлайске, и выезжают в Казмодемьянх на дорогу, в Шаркелей, Парасмары, Высилу Маль. То есть, эту дорогу муниципального значения? Она проезжает улицу. Вы упомянули о том, что за работу, которую муниципальная администрация должна была сделать, обвинили Вас? Обвинили в том, что мы не имели права как бы нанимать. Ну, нанимать. А Вы выполнили работу практически у Шумилова? Получается, по проекту, здесь основного проекта и не было. Просто составлена смета... Ну, об этом Вы информировали, Шумилова? Он в курсе. Он в курсе, значит. Он допустил об этом? Он знает. Он знает. Смета составлена на 514 тысяч. Вот. Эта сумма хватило до опередины. Ну, эта работа сделана во имя и во благо данных жителей деревни, поселка. Ну, частично. И частично Горноморийского района. И Горноморийского района, да. Нет, вопрос такого характера. А на обустройство данной дороги Вы, жители деревни или поселка, скидывали сами? Личное средство? Подождите, на обустройство... Ну, вот эти дороги, да. Нет. Для этой суммы 714 тысяч выделялась фонда строительства дороги в республике Марион. Фонд, сейчас создан фонд, именно фонд строительства дороги, в республике Марион. И эти 434-714 выделялась... Как я потом видел акты выполненных работ, работа выполнена на 600-700 тысяч. Здесь, значит, по крупной фракции Шибня, в доме у нас, в окажется, должна была укладываться еще мелкая фракция. А куда делась остальная? Эта работа не выполнена. Эта работа не выполнена. Но факт то, что смета составлена на 700-14 тысяч, а работа выполнена на 600 тысяч. Возможно, вот остаток суммы, и как раз вот эта шибенка в нем, в том числе, в том числе, в том числе. Это предположение. Это, да, мое предположение. Вот у вас еще вопросы возникают по поводу водопровода, да? Водопровод, газофикация. Газофикация, электрификация полностью здесь сделана за счет предприятий. Хотя был заклон стадии, я сейчас не помню. Есть такая стадия, которая... Значит, здесь электрификация, столбы, электропроводка, трансформаторная. Насколько я помню, собирали полностью за счет жителей. Газофикацию, допустим, магистральный газопровод, по-действию, должна была финансироваться из бюджетского бюджета. Магистральный газопровод за счет средств жителей. Следовательный вопрос, как же используются целевые деньги, направленные на это? Насчет целевых денег, я, конечно, не в курсе, но если деньги выделялись, я думаю, что, допустим, здесь снова строящаяся улица. Для сельской министрации была программа, целевая программа. Так, сейчас точно как бы программа называлась, на развитие, программа развития села. Здесь как бы новостроящаяся улица на развитие села. В начале строительства этой улицы, я на собрании, конечно, не был. Здесь, бывая, как бы приезжал первый зам Республики Мариел, как куклик, директором, руководителем капитального строительства по капремонту Республики Мариел, и Ливановым. Вот. При их словах, они, значит, обещали, по этим словам, что действительно здесь будет, как бы, показательная, образцовая улица с выделением средств, в средстве, в конце концов бюджета. Но фактически мы, пока сколько вот тут строим, значит, 90-х какого года, я вот точно не помню, фактически полностью жители за той средствой. Насчет водопровода я точно не могу сказать, потому что, когда по улице укладывали, по проекту, вообще-то должна была в плане уложиться две линии водопровода по обеим сторонам. Сейчас уложена одна вещь диаметром 63 мм труба. Если все жители здесь населятся, этого диаметра, этот диаметр водопровода не достичь всех жителей. Начали было деньги собирать на строительство водопровода, некоторые сдавали уже, потом обратно вернули. Как утверждают, что водонапорную башню то ли сельской администрацией выделена, то ли с помощью птицфабрики. Я это не в курсе, не знаю. Я в то время этих вопросов не интересовался и не касался. Но вот в данный момент, как меня выбрали председателем территориального общественного собрания именно этой улицы, жители меня попросили именно вот выяснить вопросы. Действительно ли есть у нас на бумажных платителях или на бумаге отчетность, что в данной улице не нужна атлантированная дорога. Есть и два свидетеля, которые не были документы, не лишь королевая, но в данный момент они не отказывают свидетельские права свои показания, свои показания. Но по разговорам опять-таки, что по данной улице, значит, проложена атлантированная дорога, а эта дорога фактически уложена по селу Виловатова, по месту жительства бывшей главы района Кубикова и главы председателя Семилова. Вопрос такого характера. А в связи с вашей деятельностью имеются ли или угрозы какие-либо со стороны органов? Так, вопрос такого характера повторим. А не беспокоят ли ваши вопросы глав администрации Медсового совета и главы Горноморийского района? И нет ли со стороны их угрозы в адрес ваш вас? Фактически как такого и угрозы, конечно, был телефонный звонок со стороны Семилова Семилова и в связи с этим. Угроза была если человек сам по себе ни в чем не диноват, почему ему угрожать? Я думаю, если жители в письменном виде обратились к нему с обращением выяснить ситуацию, именно по этой улице. После того, что как мы получили отписку просто, мы обратились в прокуратуру в Семилове и Малине. После этого был звонок со стороны Семилова Семиловича. Нет, мой адрес лично с угрозой, но как таковой угрозы я сам по себе не чувствую. Все-таки завершающий вопрос. Желаете ли вы, чтобы вот эти народные избранники выполнили свои обязательства, данные им перед выборами их на этой должности? Желание, конечно, это само собой. Во-первых, тут дорога, жители мучаются в основном никогда, не в летнее время, когда пыль здесь стоит, осень, весна, сюда нельзя заезжать. Желание, да, если человек обещал, он должен выполнить, держать свои слова. Это чисто мое мнение сейчас будет высказано. наблюдаем очередную коррупционную составляющую в сфере, честно говоря, за счет жителей Горноморийского района, данной ими перед выборами и кинувших их очередной раз, прошу обратить внимание, прокуроров, сотрудников полиции, президентов, наконец, на данные стоящие проблемы. И опять же, хотя мой собеседник говорит, что угроз как-то кого-то не чувствует, я обоснованно могу сказать, что угроза есть в его адрес и действительно она имеет место быть. Прошу оградить от каких-либо нападок со стороны кого-либо в отношении моего собеседника. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!